всех приветствую меня зовут сергей конференция xzbt.com тема по услуге доставки телевизоров из финляндии особо хочу приветствовать участников нашего телеграм-канала tv from finland кому собственно и посвящен этот мини ролик обзора нового телевизора 2021 модельной линейки компании lg lg oled 77 g1 это тот самый телевизор с новой его панелью с его на данный момент выдающимися характеристиками по яркости ну и всем сопутствующим я скажу честно не стал снимать видео обзор по данной модели мы сейчас находимся в стадии переезда в офис у нас меняет немного дислокации просто физически уже к сожалению не успеваем отснять видео которое я планировал отснять если не ошибаюсь еще вчера среду вот но из-за переезда вот такие нюансы в общем но сегодня мы подготовили видео проверку для потенциального клиента по этому телевизору ну и уже можем сложить какое-то мнение до личное в том числе после того как вот наигрались вдоволь как говорится с этим телевизором посмотрели как он показывает проверили его основные улицы моменты до которые тревожат большинство пользователей этот tint бандинг на градации серого цвета да на разных уровнях вот его яркость скорость работы то как он цены отрабатывает и вот на данный момент поверхностное мнение сложилось крайне положительное вот насколько он будет конкурентоспособен а 90 это покажет время вот спешу заметить что а 90 не выпускается в 7 7 диагонали поэтому тут будет как раз такой знаете небольшой батл потому что если потребуется 7 7 тогда нужно будет поклонникам до членом клуба sony смотреть в сторону модели sony xr а 80g до которая стоит 320 тысяч рублей а вот либо смотреть в сторону элджи оледа 77 c1 который стоит 340 но перед нами телевизор элджи олед 77 g1 стоимостью в 380 тысяч рублей с полностью внимание функционируемым корректно а смарт хабом до который можно обновлять загружать делать сброс на заводские настройки у вас будет полноценно работать все приложения давайте продемонстрируем это но первым на первом мы зайдем в сервисную информацию вот так она выглядит как видим регион 3640 установлен то есть евро еврозона серийный номер телевизора модели олед 77 g16 rla g1 по факту ютт наработка 0 часов ну кому интересно паузу нажмете посмотрите вот так у нас выглядит теперь пульт он поменял свою форму геометрию добавились промо кнопки вот дисней пром видео ракутен это я так понимаю что относится все-таки к норде к приложениям поэтому ну так как данный телевизор предназначен для продажи на территории евросоюза в основном эта серия до которую мы сейчас писаем она продается скандинавских странах да мы говорим сейчас про швецию эстонию финляндию вот поэтому есть и вот это приложение ракутен до который к ним относится но ничего страшного главное что здесь есть у нас netflix клавиши жалко что нету клавиши youtube это был вообще замечательно на sony телевизорах новой модельной линейки она присутствует как всегда air mouse все у нас функционирует корректно ну и вот так вот теперь выглядит смарт хаб вот то есть когда мы нажимаем домик не всплывает привычное нам меню который вот этот бар был снизу а сразу же включается на весь экран ну такая вот зона кому-то это может казаться не настолько привычно потому что иконки вот стали по-другому выглядеть да то есть они поменяли свою геометрию просто вот такие вот квадратики раньше были прямоугольники под углом до расположенные вот шли мне возможно как владельцу g oled 77 cx сейчас еще не настолько привычно это все наблюдать но по большому счету это все вкусовщина и дело привычки да я думаю через год через два мы забудем как выглядит предыдущая оболочка при нажатии клавиши шестереночки меню по-прежнему в левой части у нас идет регулировка режимов базовые режимы все у нас переключается как мы видим в режимах без активированного hdr долги вижу нас есть самый яркий режим стандартный эко кино спорт фильм мейкер мод да и эксперт эксперт яркий и эксперт менее яркий и эксперт темное место ну так называется то есть я так понимаю эксперт день эксперт ночь все режимы естественно индивидуально настраиваются вы могли сейчас заметить что нету режима игры но ничего страшного нет он активируется когда вы подключаете игровую консоль потому что все вот эти вот фишечки да как за которые мы столь любим lg это nvidia g симка md фрисинк ул м в рар все здесь у нас есть сразу же на борту но новая lg а лет его панель о чем собственно префикс вот этот его до говорит но как видите обозначение сэр флита лет 2.0 то есть новое поколение а леда dolby vision айки у dolby atmos hdr 10 pro и так далее так далее так далее и уже соответственно прописаны вот основные сервисы netflix apple tv prime видео ну и так далее то есть у нас здесь все прописано то есть прокачанный телевизор я думаю что многим поклонникам он придется по вкусу давайте запустим какое-нибудь видео да как всегда воспользуемся youtube сейчас немножко помните бликует вот вся вот эта вот картинка потому что у нас наклеена пленка поэтому дается такое сильное впечатление что зеркалит по однородности серого цвета мне сейчас придраться не к чему есть такие фотки где показывают ну скажем так структуру как показывает панель вот видите я специально подошел как показывает панель при приближении в 90 в lg cx g1 ну конкретно g1 и такое ощущение что вот этот эффект до который мы называем но давайте назовем ее вот я сейчас прибавлю приближусь вы поймете как будто эффект такой сипи да то есть мелкодисперсионная кого-то такая точечка до что у 90 он лучше он более однородный но на практике могу сказать что это никак на качество изображения не складывается никак это не режет взгляд и естественно любую большую диагональ мы смотрим на расстояние хотя бы двух метров вот лично я 7 7 6 смотрю с двух и четырех вот у себя дома поэтому g1 воспринимается как должное сейчас запустил youtube обновляется и естественно у нас же еще флешка воткнута в телевизор мы запустим grayscale посмотрим как телевизор показывает и ведет себя из коробки по градации серого цвета но уже могу сказать что положительно он себя ведет потому что у нас даже при запуске ютуба есть вот эта темная как говорится как схема до которая идет и он себя ведет отлично вот так да все английский поехали не очень непривычно стало потому что когда выбираете можете выбрать вообще любой другой язык помните раньше при клике вы выбирали между двумя языками здесь и но автоматически он переключался теперь он позволяет вам вообще любой язык в ютубе сразу же переключится это очень необычно непривычно но опять-таки дело привычки 4к 60 fps что-нибудь новенькое просто хочется запустить как видите hdr поддержка сразу же включилась правом верхнем углу скорость интернет у нас сейчас позволяет активировать 4к да и он автоматом сразу же и подрубил давайте посмотрим помните что поверхность очень сильно зеркалит из-за соответственно пленки вот я навел автофокус камере сложно просто уловить сейчас момент поэтому я буду немножко подыгрывать ей с помощью автофокуса звук чистый ухо не режет стандартный режим hdr яркий но это слишком перенасыщенный давайте режим кино включим оптимизация игр как видите режим есть и фильммейкер пусть останется в режиме фильммейкер а бесконечные углы обзора но он понятное дело это лет насыщенный белый цвет друзья мои я обязательно потом сниму обзор по данной модели но посмотрим может быть это будет просто поменьше диагональ либо 55 либо 65 вот сейчас просто физически к сожалению мы это не успеваем сделать но решили поделиться именно с нашими подписчиками в telegram канале потому что это видео оно больше адресовано именно вам спасибо большое за то что вы подписываетесь участвуете вот дико извиняюсь за какие то может быть зайчики видите в экране повторюсь на экране наклеена пленка и очень сильно зеркалит видео видео это посмотрели я видео не паузирую не устанавливаю у нас нету никакой склейки там специально что подобрать какой-нибудь более оптимальный режим что прям все сказали вау и так далее так далее показываем все как есть вауамыя вау северной но еще вау our new заходим в флешку и пройдемся по градации серого цвета то есть телевизор имеет нулевую наработку часов еще ни одного часа он не накрутил скажем так 50 процентов еще раз повторяю на экране пленка поэтому какие-то вот такие как пузыри можете наблюдать это из-за пленки 25 процентов я могу сказать что стопроцентно однородность просто придраться сейчас вот в этот момент не к чему давайте углубляться что-то как говорится тянуть то кота за причинное место 10 процентов сейчас чтобы вам стало более светлее я немножко подрегулирую яркость вот я включил автоматический контраст об видео сейчас которое снимаю он а 10 процентов более осветляет я специально это сделал чтобы просто видели как он показывает да кстати по поводу режима изображения сейчас стоит эко переключим давайте вообще в самый-самый яркий режим и вот на самом-самом ярком режиме вот так вот усредним немножко настройки 10 процентов просто абсолютно все чисто ну и пять процентов которые собственно беспокоят всех-всех-всех-всех-всех-всех как всегда не включал пять процентов поэтому для меня самого это будет сейчас ну не скажу что открытие но определенный момент сейчас ждем как потухнет нижний вот этот бар вот он потух это моя тень друзья мои все отлично если бы не зеркальность вот сейчас и то что у нас помещение не было бы так осветлено то друзья мои при нулевой наработки панели но фактически я наблюдаю просто безукоризненную картину да и только порадуюсь за будущего владельца потому что после наработки до после несколько цифр и циклов пассивной чистки станет еще лучше но по факту мы уже сейчас не наблюдаем ничего к чему мы могли бы хотя бы придраться то есть действительно все очень 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 классно это не какие-то дифирамбы этой модели просто можно действительно порадоваться и по факту топовая серия да она удалась на славу давайте запустим видео достаточно старенькая уже всем знакомые яркий режим переключим кино но и можем опять вернуть фильм мейкер мод ну что же на этом будем заканчивать вот эту небольшую демонстрацию которую к слову приближается уже к 17 минутам панель действительно очень яркая хочу сказать что в комплекте с телевизором идет кронштейн вот сейчас распаковывать его не будем просто продемонстрирую вот wall mount крепления вот этот паз при установке кронштейна когда вы приближать будете телевизор к стене он будет приближен вот абсолютно заподлицо вот но а если вам будет этого мало то как вы видите есть веса стандарт и вы можете использовать по факту веса крепления вот тот же самый например в 480 по внешнему виду мне это очень напоминает квадрат хотя может быть могу ошибаться но такое ощущение что 30 на 30 четко просто здесь вот так вот раз два раз два до 30 на 30 и так у нас раз да да вот так вот сзади у нас выглядит ну жди аркучился вот как то так ну что же дорогие друзья на этой минуте небольшая видеодемонстрация новинки 2021 года lg oled заканчивается единственное обращу ваше внимание что виду тех нововведений что изначально телевизор будут заблокированы у вас будет возможность заказать эту модель или другую модель lg телевизора как со снятым геоблоком так и соответственно без снятого геоблока если вы предусматриваете эксплуатацию его с какой-нибудь тв приставкой там apple tv и nvidia шелт и так далее так далее вот можете сэкономить определенную сумму денег на разлочки на этом все за подробностями обращайтесь к моему помощнику сергею данный телевизор он полностью разлочен вот поэтому его цена обуславливается суммой до которую мы запросили за него это 380 тысяч рублей вот для понимания цены сейчас которые у нас будут указаны в теме конкретно по lg моделям потому что sony philips там не требуется снятие геоблокировки там конечно уже цены так вот lg цена указана на все модели без снятия геоблока а вот в данный момент это не такая легкая процедура вот но и хочу сказать честно что скорее всего 48 55 65 диагонали как и в 2020 году не будут пользоваться такой бешеной популярностью так как ценник в рознице да на маркете довольно интересен будет к рс тэшным моделям но если мы говорим о больших диагоналях о 77 c1 о 83 c1 о 55 65 77 g1 я говорится уверен даже что вот эти модели их цена да будет довольно интересно и уже тогда можно принимать решение требуется вам снятие геоблока на нем или нет потому что многие люди постепенно переходят на использование различных приставок apple tv в этом году представила новое поколение свои приставки там еще более разогнанной быстрый да и так далее своими новыми сервисами а вот люди поклонники ждут выхода обновленные на видел шилд но и китайцы нам различными приставками нас говорится баловать начинают поэтому повторюсь цены которые указаны в теме на модели под заказ я правил джиолет говорю это цены без разблокированного смарт хаба то есть когда мы запускаем телевизор русский язык в любом случае будет тв и каналы вы сможете смотреть но базовых приложений нашего региона не будет работать и они не будут доступны вот разблокируется теперь телевизор и не только с помощью этого сервисного пульта есть определенные воздействия которые нужно сделать вот поэтому и стоимость разлочки она достаточно будет варьироваться вот мы сейчас пытаемся вывести какую-нибудь как сказать золотую середину да вот чтобы всем было хорошо и нам это было вообще рационально делать на данный момент нам проще вам отгружать телевизоры без разлочки чем просить там лишний скажем для кого-то не лишние 10000 рублей за это вот повторюсь если кто-то решит заказать данную модель без снятия геоблокировки то на данный момент ее стоимость бы обошлась в 370 тысяч рублей со снятым геоблоком как сейчас 380 тысяч рублей этот телевизор полностью прошел детальную проверку здесь у нас нету никаких битых пикселей с пикселей по градации серого цвета вы сами видели он в превосходном состоянии ну вот но повторюсь соберусь силами после нашего небольшого офисного переезда вот и я думаю что на диагонали поменьше уже сниму более детальное видео вот ближайшее время мы ожидаем поставку наконец-то вот сегодня у нас друзья мои 3 июня на часах приближается часики у нас 15 часов 10 минут по москве так вот на следующей неделе 8 и 10 июня наконец-то в европу финляндии завозят 83 диагонали поэтому все ждуны кто стоял в очереди за lg oled 83-м c1 вы можете у нас его заказать и и все кто стоял естественно очереди за его антиподом да за sony xr 83-м а 90 nj вы также можете его заказать единственное обращаю ваше внимание не тяните с принятием решения потому что первая партия поставка будет очень ограниченная мы говорим сейчас не о нас конкретно а вообще о финской в том числе рознице в целом потому что сами по себе 83 диагонали все их очень-очень ждали еще в середине внимание друзья мои в середине апреля месяца все думали что со всеми другими летами они появятся потом перенесли сроки на конец апреля потом на середину мая на конец мая и вот только-только сейчас нас порадует дай бог там с десяток телевизоров придут и поверьте мне 10 83 телевизоров той или иной другой модели на всю матушку россию беларусь и казахстан это архи мало я уже молчу про продажи на внутреннем рынке финляндии то есть вы можете улыбнуться сказать да как так смеете что ли 10 теликов на магазин придут да вот так вот и следующая поставка будет дай бог еще там недели через две три то есть поставок действительно таких больших диагонали будет в первые месяцы очень мало вот но на этом видео я заканчиваю как говорится рекламы говорится вот и сказочки конец вот всем кто смотрел видео огромное спасибо вон с вами был сергей конференция xzbt еще раз передаю привет всем тем кто с нами присутствует в телеграм-канале tv from finland будем рады рекомендациям до чтобы вы своим друзьям нас рекомендовали присоединяйтесь в телеграм-канал там есть несколько очень уважаемых нами экспертов те кто поддерживают активность в телеграм-канале помогает действительно отдельными сами советами я вам честно скажу это не какие-то нанятые нами люди это люди в ремонт смысле в том числе и наши клиенты да те кто тратят свое время делятся своим опытом и просто получают удовольствие от общения с другими людьми им скажем так не все равно в общем они за как говорится за любую движуху в хорошем этом смысле слова и отдельно им конечно большое человеческое спасибо что находит время консультировать и отвечать как на умные так и на глупые вопросы на этом все откланиваюсь и до скорых встреч